привет зритель прикинь вот ты приперся домой на обед либо куда-то в другое место там же готовый супчик суп пюре вообще на самом деле это щи с грибами но я решила так как я грибы добавила не сразу то я решила пусть это будет как бы суп пюре у меня конечно есть майонез я люблю замаскивать сметаной майонезом не очень но я решила что можно как бы и без майонеза на этот хлебушек черный он холодильник лежал я в деревне так делаю потому что как бы это ну без холодильника в индустрии отдаю богом душу еще до того как я его тем прикрытие ведут частично об экономии я тут на днях буквально позавчера вышла на балкончик мне надо было найти увидела сумелом два пакета крупы еще куча всего и подумала вслух да я ближайшее время могу с голоду совсем не померить есть убрать ну сейчас смотрю на камеру мне кажется будто она как-то кривовато стоит хотя я будем эту самую площадку ровно ставила но более-менее ровно ну хрен с ним короче говоря хочу сказать спасибо тем кто поздравил меня вареньем чуть-чуть раньше в день дня варенья и чуть-чуть повеем так зачем кто попутно кинул меня монеткой в этот день варенья я отдельно хочу поблагодарить наташу вас шикарный халатик это почти кимоно это как бы типа тоже подарок на день на день я суп абсолютно бюджетный в том плане если допустим у вас есть сад или огород и в этом что-то выращиваете плюс если вы умеете ходить по грибы по ягодам вас есть рядом лес либо вы подрываете свою нижнюю полушария мозга садитесь там на автобус такси на машину и едете в лес на допустим массивка хуся таких людей в том числе в основном из москвы или герславской области едет по грибы по ягодам и вот как моя родственница ездила к другим моим родственникам вызвать на велике либо на машине не надо на стол прыгать и меня тут уже тайблапс скидывала я все понять не могла что не так и вообще на стол можно прыгать когда хозяин не видит так вот в этом в этих шаг грибами в форме супа пюре все равно прошла и вот вместо того чтобы просто запрыгнуть ко мне на вот так делать вот пока я вода дура ты дура так вот тут на чем он изначально я же надо ли делом как бы эту запекала куриная голень и от них в пакете до выпечки в специях карри от них остался бульон очень такой набористый бульон можно с одной стороны сеть но он густой надо разбавлять можно кое-кому отдать но мы проверять ничем мы видим сейчас только если видим что хозяин есть либо за редким исключением а я привыкла уже на этих бульончиках запеченной курицы или мясом ваять суп разбавляете этот бульон до нужной вам консистенции он такой концентрированный поэтому в принципе можно даже 1 5 разбавить ну или 4 ну или как пожелаете потом не было квашеная капуста зеленая это значит там слегка по моему морковки и по большей части зеленая капуста со мной и поделитесь если вы более рукасты чем я можете сами сделать это если у вас допустим есть сад или огород выставляете капусту если нет ни того ни другого но покупайте овощи в принципе тоже самое можете делать хватит тут уже нахаживать сиди уже тогда на окне я ничего на второе это не приготовила а мне кажется что немало супа но много есть невелика честь только обжурина зовут у меня тут есть полтора пироженки и сзади заварен кофе даст двигатель тут припёрся значит пообедать тут и суп налит и хлеб отрезан и кофе забояжен единственное кофе с одной чайной дучкой алкоголем мне подарили друзья бальзам партнер я такой привозила он у меня ушел сувенир в свое время я даже выяснила что оказывается я в сентябре 15 года ездила в казань чебоксары и крыла хочешь ну чё божь нет на самом деле я налила в мисочку отдельно часть поварёшки но мы еще не ели вот здесь у меня такой вот кофе ну так вот я привозила бальзам подарила росту сама не пробовала тут получается мне друзья подарили он у них год стоял оттуда тоже привезенный меня здесь заварен японский кофе которое покупала на озон он не только японский он реальный японский мой друг сказал что такие везде у них повсеместно продают во всех магазинчиках в японии ложка родная по-моему это кружка подарок от того же человека от кого и халат если я вдруг путаю человек ты смотришь мунбанги к не меня скажи что лёля ты запамятовал это и дарил тебе на самом деле не я или дарил там тот другой так вот у меня где-то эта ложка лежит скорее всего на сушилке ну я использую другую это кофе с молоком это ложку меня частично помыла посуду но частично потому что я поняла что мы с ней поняли что хотим есть я решила что можно домыть эту посуду потом короче тут три чайных ложки неполных вот этого кофе потом чайная ложка бальзама парне немножечко молочка и вот сама соответственно вода по сути сюда бы надо сахара но у нас тут есть я специально крышкой покрыла чтобы она не остыла пока тут кофе но она еще даже горяченько нет тут есть кусочек песочного пирожного мне повезло и вчера в магазине где мне подсунули уж не знаю осознанно или нет с зеленым таким слоем плесени была другая продавщица не то что подсунула короче между пироженка еще на пироженка я вчера начала ее есть чая вы как-то не осилила так вот зеленая квашеная капуста соответственно там морковка бульон из-под курицы которую запекала в рукаве со специями карри порошком таким картошка у меня была открыта в дню рождения кабачковая икра я поняла что я ее не осилю но могу забыть и она отдаст богам душу кабачковая икра ну буквально где-то может 4 столовых ложки и сама картошка на 2,5 литра соленые грибы из-под которыми меня угостили с одной стороны я тут сама практически ничего не потратилась курицу только купила другой стороны если допустим вы более рукастая чем я потому что капусту зеленую я пока не квасила сама когда квасила не зеленую то человек слегка постебался и дал мне рецепт который сам не проверял и меня куча времени и трудов ушло в помойку в итоге в том числе и большущая куча капусты с морковкой так вот кабачковая икра я просто еще не пробовала делать если вы более рукастый женщина или мужчина человек у вас есть огород леса вы умеете в грибы и ягоды то принципе вы можете жить более-менее экономно не особо тратить деньги отдельное видео про то как я экономлю это вам запишу и вопрос ответов тоже сделаю но тут еще я тут начну эту тратить на кофе 500 чем-то рублей за пачку не 100 грамм даже на пироженки я вчера купила молока и пироженок молоко было 72 рубля все это вышло где-то почти 300 рублей на основной пироженки пироженки конечно понимаешь что можно сделать все само я думала что это песочное пирожное песочное тесто и вот это вот там персик в железке но казалось что это какая-то такая булочка между как-то редко и непонятно чем я даже думала следом мне не очень нравится можно съесть серединку это высушить и отдать курица на сухари у которых есть курицы в идеале десерт можно делать собой на разгрузке мошка точно даже как я купить но при покупной вот покупной молоко тоже пока покупной причем коровья не козья потому что вот я пока не была еще выдох человек из выдох туда еще не приезжал не думает она на кусали тут сверху горешка поднято в персик ладно не буду мучить первым продолжаю это делать сладкая кошки играть не должны в общем суп если у вас есть овощи сада огорода есть родственники которые друзья которые делятся с вами этими овощами сада огорода ты вы уже сэкономили нам не надо покупать картофу соответственно на волна лиловку для чтобы эту персинку подцепить каплю кофе вам надо купить только на то мясо можно запечь съесть а то что осталось и поэтому бульон делать суп плюс я что-то до дня рождения после дня рождения уже где-то недели две потому что сегодня у нас что вами кто-то в отцах писал 21 маша гаман я прочитаю это по порядке мне было 14 недель назад но не 10 где-то вот потому что дня три до дни рождения потом меня получается что я ем где-то пару раз в день буквально вчера есть вообще не хотелось на тот момент я только днем съела ну не полный салат не полную тарелку часть часть тарелки морковного салата я морковь грецкий орех чеснок и рах масло тыквы ну еще соль так вот я купила и молока и этих пирожных думаю чаю попить пироженками думаю блин я ни черта не ела может лучше через силу поесть чтобы не словить очередной обратно или типа плохо стало потому что забыла поесть и прошло почти сутки да видимо я эту булочку оставлю на сухарей снесу тем родственникам которых уйти прости булочка что-то мы с тобой не нашли общий язык ну и в итоге я себе через силу думаю сейчас сделаю поесть заставлю себя поесть через силу и в итоге поняла шок отца хотела есть у меня тут есть замечательные орешки с шоколаде от наташи у меня тут есть еще огурец который куплен за пару дней до дня рождения надо бы его съесть я про него забыла совершенно я подружка должна была выходная прийти другая но что-то не сложилось а так вот можно конечно уходить крайности все самим делать хлеб делать самим ну как бы я этому стремлюсь но все мне постоянно как-то лень колбаски делать самим я тут писала воздух на свою электротерку мясорубку которая названа колбаса который еще ни разу не использовал хотя купила ее осенью 17 года осторожно кошка там букетик может он наполовину уже отжил свое но белые хризантем кишинка суживы десерты также можно делать самим вот у меня есть орехи миндаль для масла пресса они уже не годятся но виду вполне нормально есть самопальный шоколад можно даже отдельно делать самопальный шоколад на основе какао-боба и какого-то который тоже есть можно самой купить можно что-то делать самой потом если есть овощи сада если есть огород конечно можно ругаться сюда это время затратно для охота чем-то другим заняться попросили приводится помогать не боюсь если свой огород то если нравится копаться в земле работа связано с новой деятельностью то физическая разгрузка должна быть поработали пришли саду поковырялись а физическая разгрузка все счастливы могли снова заработаем ноги отдохнули а потом можете пожинать плоды своего труда я при дневном спете сильно не стала геморриться насчет этого сова освещение 1 но не помню как я тут каждого не не стала геморриться там что если кому-то темно уж гомоносой так вот принципе экономии если у вас есть сад огород вы там что-то сажаете вы уже экономите на трате на очередь если вы умеете по грибы по ягодам то же самое допустим с грибами можно сварить даже на не на мясном бульоне просто на овощном бульоне ну что грибы это в принципе как говорит мой дедушка муж бабушкиной младшей сестры последний из рода пчеловодов смирновых из деревни хамена тублического района ярославской области хотя до какого-то года они не были ярославской области короче из деревни хамена даже он сам не из деревни хамена он какой-то другой деревне вроде вроде чего рисует на узнать вот что мне говорили это было грибы это лесное мясо тот же белок ну не зря веган лопают грибы мясо мясо у меня тут какой-то такой период был что я в основе грибы лопала а мясо не хотелось ходил лес набрал грибов я мариновал засолил посушил заморозил земной можно сварить грибной суп с картошкой морковкой полочком вашего огорода либо че с грибами с тем же самым с вашего огорода ну а можно там разовиться на курицу которая местами по цене свинины короче купить мясо запечь от мяса будут если не запекать фольги там допустим в пакете для выпечки если только какие-то определенные сушеные специи использовать то можно на этом бульоне потому что я как-то так и не поняла куда девать этот бульон образовавшийся от мяса если делать его соевым соусом вином и медом у него такой вкус странный получается можно какую-то разбивку на его основе делать но суп уже как-то не под мои вкусовые варианты ну как бы крупы я тоже конечно покупаю на балконе какие-то яичка пшонка что ли оказались а пакета в коробочках там где-то и бабочках специальных есть гречка рис еще чё-то я стараюсь не покупать фрок потому что во-первых я не в трешке в однушке у меня как-то лежала до хрена этих круп не образовалась мой а может быть даже мой было в какой-то купленные уже хрена тени обрежу нас выкинуть даже то что уже ну как бы не факт что но было с морю но был риск что там тоже завел завелось и соответственно деньги на ветер поэтому стараются покупать как бы по мере надобности закончился у меня допустим риск мне неохота риса я думаю но приспичит ничего интересного дайду до магазина и куплю риса нужно покупать самый бюджетный риск я если честно разницы не вижу как-то пробовала какой-то супермаркере не помню какой весь такой красивый пакет 3 раза дорого в толчем обычный рис прозрачном пакетике а по виду было одинакой макароны люди у меня даже есть маленькая горсочка макарон покупных не считая машины макароны когда я хотела до того как я купила машину макароны очень любил макароны купила эту машину макарону я резко как-то попустила как бы можно мне кажется найти баланс между супер тратить или супер экономить вот допустим виноград я поняла лучше всего покупать осенью он зрелый но ты со своего нету набрала меня его нет своего он зрелые вкусы и не менее дорогой чем допустим зимой или или летом или весной такие-то фрукты и овощи такие как бы зрелые в любое время года но мандарина допустим вкуснее всего зимой лопать да иногда правда летом все пока у меня тут было несколько мандаринов я про них забыла они высохли нет здесь апельсин ко мне человек приходил удовлетворить свои странные нужды потому что у себя не мог и чтоб мой моральный статус лично для меня ну короче чтоб я как-то восполнила потратил на время на непонятных хренати мне сказала принеси мне дома апельсинов да хватит тут уже шастать ёшкину корт не было труд пройти мне тут кстати есть рахат лукум этим имя я что-то не очень прониклась а вот до этого который покупал этот год он был вкуснее там были какие-то футбол был суховруктами а тут просто как бы это тут вроде где-то арахис миндаль но мне как-то не попадалось они настолько что-то попался но у меня были друзья в гостях как бы вместо торта у меня был лохат рахат лукум потому что не случилось у меня так торта не так не торта не пирожного магазине где я хотела купить меня как-то так очень грубо со мной обращались хотя народ жила только я но я подумала что не нужны вам покупатели ну и с вами перейдем переживем как без сладко к тому что подружка одна моя ну не сладко это муж ее как бы любит сладко и итоге вот я поделилась человеками как обычно после дня ручения бывают после праздника а кусочек тортика возьмите с собой вот тут было природа ли наверно но как обычно суббурно но я хочу сказать если есть от огород и умение собирать ягоды и грибы в принципе уже немножко экономите свой бюджет особенно если вам нравится варить варенье тащусь от варенья не а правда этого варенья твоего куча может еще по этой части я не покупаю сейчас прок всякие крупы потому что ставить то не буду есть варенье из кружок не к очень вкусная кстати единственное что когда соответственно вы делаете варенье вам надо покупать сах но если допустим у вас большая морозилка вы можете просто наморозить этих ягод без всякого сахара и зимой варить компоты например я конечно хотела в прошлом году собрать овощи этих желудей обжарить их посушить измельчить мне подружка сказала чего меня поить этим типа кофе много не обязательно тебя но в принципе можно и тебя но как-то не случилось у меня собрать желудей я к тому говорю что вот такой вариант еще если допустим не хотите садиться на кофе и хотите поближе к природе если есть время и нравится этим заниматься можно готовить большую часть того что можно при этом купить ну вот эти все десерты хлеб и так далее там уже если вы купите масло пресс специально для не в конце видео про масло пресс была баночка 200 миллилитров вот практически полная где-то 190 миллилитров вышла ну и от из 400 грамм этих самых кедровых орехов то во первых у вас будет масло самопальное мне очень нравится люди которым нравятся результаты того что я делаю и вот у меня внезапно есть родственная бабушка который очень нравится масло которое я делаю и она вот ее дочь моя тетя на этот я ведь не твоя тетя я ведь я ведь и угасила твоим маслом она поморщилась так будто и какой-то вот мне нравится добавляем салаты так вот если вас есть масло пресс то у вас соответственно будет жмых который можно добавить суп для густоты можно добавить творог в смузи в кефир салат можно так пожрать ложкой с чаем можно просто пожрать можно соединить с сахаром но в идеале с медом можно соединить с медом либо с каким-нибудь сиропом жидким короче сахаром и будет вам халва тут же десерт можно даже налепить каких-то конфет сухофруктов взять и те же допустим яблок насушить а если в более теплых местах где вот там все эти персики и абрикосики так далее изюмчики насушить этих сухофруктов даже если у вас нет допустим сушилки но если печка есть можно в печке духовки посушить или в сушилке или просто на солнышке уж совсем если это вот деревня гемориться неохота печки нет или жарко печку не потопить можно просто на солнышке в теньке под крышкой какой-нибудь такой теневой посушить эти сухофрукты взять эти сухофрукты жму их налепить на масле можно жарить конечно не на всем ну там какое-то до кипения высота температура кипения выше чем допустим у сковороды можно добавлять вот я как бы сейчас делаю у меня это сковорода у меня на балконе у нее грибы лисички угостили меня лисичками короче она с толстыми стенками не прижариваемой воды добавляю допустим там кабачки картошку что-то такое или грибы там ну что-то грибы либо овощ корнеплоды чуть-чуть маслица добавляю покрышка это все тушится не совсем даже жареная получается но иногда жарю вот вчера я жарила на масты кедрового ореха лисички с луком и вареная изначально без очисток картошка тут получилось я сварила кто меня подвал его всегда поесть но эта картошка осталась эту картошку порезала положила гриба с луком которые изначально были зажаренные стоять на балконе и добавила немножко еще масса кедра было очень вкусно и да это ну конечно она не сразу окопится вот я за сколько за 19 тысяч покупала но можно допустим орехи покупать лучше вообще покупать на маркетплейсах потому что у нас есть магазин с на развес орехами неизвестно когда эти орехи приведены на какого них срок годности масло пресс надо именно свежие орехи более-менее ну по крайней мере в пределах срока годности и удобнее покупать это на зон вайберис там или на каком-то другом маркетплейсе потому что иногда килограмм пардон килограмм он араха это сколько будет в каком-то видео в первом своем банке я тоже сказала боя это просто хотя вроде как это считается как раз то что надо говорить во время мунбанга смысле производить со своим организмом но по крайней мере но мне наконец-то сказал что не будет никаких странных ощущений в животе после сведенного короче иногда килограмм стоит дешевле либо даже выгоднее чем допустим меньшее количество те же там 200 грамм или 100 грамм и если семена то лучше конечно выбирать семена для проращивания но которые как написано что можно их проращивать как на микрозелень потому что они точно подходят масло просто они более чистые так вот вы покупаете орешки либо семечки в итоге получаете масло и жмых который можно использовать в том числе измельчить потом еще и он может быть он станет мукой и соответственно можно добавлять выпечку правда если вы допустим а да мне прибавили пенсию февраля 200 чем-то рублей теперь у меня ровно 18 тысяч там сколько-то еще рубров или копеек если у вас допустим доход как у меня ну там ваша зарплата 18 тысяч либо ваша пенсия 18 тысяч социально выплаты еще что-то вот примерно те самые доходы плюс-минус как у меня у меня правда еще февраля было полторы шабашки попросили спросили чё должны я говорю это сумма небольшая ты шо причем я понимаю что лет шесть назад я говорила сумму два раза больше а сейчас мне как-то религия запрещается сказать хотя бы треть той суммы вы можете по чуть-чуть откладывать тысячи по три или по пять в месяц потом купить себе маслопресс лучше окита йода home pro но короче окита gp потому что как я поняла что именно окита gp это тайваньская фирма вот подобные штуки создала а потом уже по образу и подобию все остальные стали штамповаться на их заводе на другом заводе и не всегда она была хоть и по образу подобию качественным во первых это прикольно мне правда подруга говорит да чё тебе судьба купить обычное подсолнечное масло в магазине вот мне лично не судьба я помню меня на какое-то обычное подсолнечное масло супер дорогое не терюли я ощущала там какой-то привкус и меня потом неделю мучила вот то что до этого было тут отрыжка у меня такой организм последние лет 19 после того как выяснилось желудок опущенный спасибо одной врачейке может уже лет 20 потому что выяснилось то в 2005 году но проблема была 2004 короче говоря дамки суриклит стука не живут я выпала еще чая зеленого у меня тут как раз есть чашечка под порошковый зеленый чай кстати вот да я отдельно запишу это видео с чаем потом еще мне штампищица а то мы тут шастали да вроде как пишется аж 32 минут да надо было по именам сказать кому спасибо твою мою чая ложечка она как-то или нету или не достать и это вообще вилочки уберу пока я кофе мне тут есть кстати виноградный сахар кусковой еще но что-то мне как-то он я его покупала год назад чтобы подарить на 8 марта всем кто его хотел там что-то тебе немножко оставить но лично я что-то им не прониклась он крепкий его надо как-то кусать это вот русского производства тут даже нет намека что-то заявление что-то япония китай возможно это исключительно русского производства очень хорошо я оставила отзывов у них не было вообще ни одного отзыва фотки даже оставила чтобы люди ориентировались потому что я заказывала не было отзывов я не знала что там вообще ожидать а долбаный вальберри взял и написал у вас под заказной отзыв я думаю что вы там курите а вот отзывы там какая-нибудь картинка вообще левая и подписи текстовая типа пишите на этот номер тут можно за халяву писать отзывы за деньги у них это висит желаем зла я добра но я желаем зла так вот хороший вот этот чай несмотря на то что русского производства русского изготовления видимо в России уже сделанный в честь города Зариноград он по запаху как просто зеленый чай заварки по вкусу как зеленый чай обычный и он вкусно идет и сам по себе и с молоком он конечно вообще совершенно не мотя но очень интересный такой ну как бы для тех кто любит просто зеленый чай с молоком у него нет претензий на то что он вас взбодрит соответственно его можно пить вечером я артикул оставлю потом в инфобоксе либо в закрепленном комментарии потому что некоторые пишут под видео а че вы артикул мне оставили не понимаете наверное религия запрещает глянуть в инфобоксы я с телефона пытаюсь посмотреть может не видно видно причем из тебя видео говорю что артикул оставлю в инфобоксе в описании к видео ну короче говоря этот чай можно пить вечером с молоком либо без и не будет такого эффекта что взбодрилось как пустые чашки мате или смолы пуэра хорошая или смолы пуэра хотя иногда с пуэра у меня тоже вырыбала или с нормальной такой мати типа любой японской реально в японии купленной в японии созданной достать и скорее всего может заплеснивать я снова стала жрать эти витаминки d3 ну как я поняла от них по моему толку вообще никакого может конечно я к ним изначально была предвзятой на мой взятый последнее время такая заколебала ходить уже тема что вот мне постоянно хочется спать сегодня более-менее нормально но нужно наверно надо сказать спасибо моим товарищам сверху которые вот просто позапрошлая ночь была такая странная я очень уставшая была мне дико хотелось спать я пришла от родственников около девяти было когда мы выходили сегодня я говорю я приду домой я буду спать спокойной ночи спокойной ночи я прихожу чаю попила в десять ложусь и начинается с десяти до трех такой шумга я знаете я добрый человек но я вот искренне хочу чисто по доброте человеческой своей душевной или фячий чтобы к людям которые заставляют свои пить запрещают своим маленьким детям которые 10 вечера уже по идее должны спать с десяти до трех я не знаю что они с ними делают чтобы эти дети прыгали скакали им гвозди в три утра заколачивают ну если мне через перекрытие слышно как будто у себя на духом то помещение где-то делается и я не знаю как там дети спят живут так вот я я даже подумала о том что я была бы рада если кто-то к ним вызвал вот этих снова я не знаю сколько надо раз вызывать подобные семьи органы опеки чтобы органы опеки взяли уже под опеку подобную семью но я подумала что я была бы рада если бы мне вдруг однажды пожаловали так вот благодаря людям которые соответственно мне кажется отсутствие социализации где-то так до шести семи восьми утра буянили то ремонт делали я не знаю в чем прикол часу до трех ночи гвозди забивать то что тяжелое кидали может быть они нашли какое-то виртуальное пространство и они вот делают ремонт в этом виртуальном пространстве чтобы расширить виртуально свою конру свою квартиру и за счет этого виртуального пространства весь ремонт сделанный ночью очень соответственно слышал короче я не спала сурки с лишним я уже где-то в 10 поняла что я наконец-то более-менее отрубаюсь написала близкому родственнику я был часа два-три хватит тут вас посплю ну и в результате чё я пару часов где-то подремала но вчера мне сил вообще не было ни ночью я тупо на кухне сидела читала периодически вот на улице выходила один раз и вчера я где-то около 12 наконец-то вырубилась и самое интересное что сегодняшняя ночь была где-то на 97 процентов тихая я так обалдела думаю может быть искандер люцифер с двумяце айшмадев и лаэр не услышали мои мысли и подобие людей людей позаботиться о мелких человеках на которых не хотят заботиться собственные родители и там как-то включили мозги что ночью детям надо и другим всем спать но тем не менее я выспалась я в 9 проснулась по будильнику я поняла что я еще мне не хватает этого сна потому что где-то в 7 утра моя кошка меня разбудила и сказала играй со мной не будешь со мной играть я буду грызть столик я буду грызть маленький столик тот который частично асмр столик я буду скидывать игрушки с пианино кстати кто-то из зрителей мне втирался типа вот у тебя там ну не знаю это те которые думают что их мнение до хрена всем нужно самим не нужно будет другим будет нужно что надо убрать все эти игрушки и меня даже была такая мысля может ну как-то разобраться все утрамбовать и убрать все эти игрушки вот у меня тут лыза такой пианино лысая вот это все и мета преследовала мысль дня три а потом я что-то так подумала я решила что пусть будет как есть пока ножка была сушилки немножко сырая ладно на нее остался этот чай вот эти отличие ножки еще на три наверно заливания хватает я начала про экономию закончила чем-то там очень сильно сумбурно и есть на чем поржать а я же сказал я хотел сказать спасибо поименно хоть мне некоторые зрители пишут что зачем ты так это делаешь но youtube считает я так считаю мне кажется это нормально если тебе человек что-то дарит а ты говоришь ему спасибо что в этом плохого мне по крайней мере приятно когда я что-то кому-то дарю мне говорят за это спасибо специально я это дарю или когда человек сам просил или знаю что это человеку надо и он обрадуется так вот гриша горбушкин спасибо тебе за поздравление и донат и за то что ты поддерживаешь мой канал помощью репостами вконтакте юлечка либо ольга я не знаю как человеку приятнее потому что мне приятно когда меня называют или иногда так и так это ко мне обращаются либо по полному имени так вот поля иванова спасибо тебе тоже за поздравление донат и твою регулярную поддержку моего канала финансовом плане это очень надо мотивирует записывать видео анечка спасибо тебе от нас солисткой за поздравление меня и периодичные донаты потому что это тоже иногда мотивирует можно конечно быть каким-то негативчиком и сказать что вот ты только замечаешь кэйт как мне пишут особенно в день моего рождения мне писали люди которых или под новый год обошла жизнь стороной либо по моему фрэнк за поговорил что если музыка укусит таких людей за жопу то они не заметят перефразируем это если счастье укосит за жопу то они не заметят не будут ходить дальше не надо сейчас на стол прыгать хоть ты уже тут напрыгалась следующий раз буду нажать на камеру и тебя оставлю комнате диван на табуреточку ну тут эта штучка от камеры есть сейчас ровно принесу и ульяна спасибо за донат на гуси в раздел как раз вот этот типа я если вы закинете монетку я куплю такой-то чай я купила такой-то чай я постараюсь на неделе или там можно следующее записать обзоры вместе с этим с этими чаями я даже подумала что можно сделать обычный ройбуш и зеленый ройбуш до сравнения сразу говорить потому что по словам улены я поняла что они в курсе было что существует еще и зеленый ройбуш почему я говорю что мотивирует донат на какое-то видео бывают деревни сидишь денег нет не знаешь когда тебе приедут есть велосипед но денег нет поэтому соответственно привыкли вариант тех не ехать и чтобы ехать вариант конечно есть но магазин уже не дает донат и как бы можно что-то пожрать купить соответственно поесть и это на камеру и людям хорошо которые любят эту еду на камеру и мне нормально либо просто иногда что-то кому-то делаешь отметки никакой причем тебя попросили сделать а потом еще тебя говном обложили мне это не очень приятно на самом деле это вот такое грустное настроение хоть многие считают что у меня прям всегда рот до ушей отдельное видео про это тоже запишу не надо тут лазать букет хочет пожить еще немножко но если ты его кокошишь то он уже не поживет немножко вообще не поживет вот что-то за неугомонная кошка чуть не хватает посидела бы тут ровно с этим не сегодня укусили на припёрлась ко мне я и углажу на меня хрена и зубами и когтями вот тебе хулиганка ну и вот люди мне писали что типа вот это замечаешь только положительное причем мне надо настолько рассеянное было что я прочитала я когда россияна могу неправильно прочитать камен в каком бы он там стиле не был написан в смысле с какой бы с каким бы по словам не было написано там человек писал оказывается что я добавляю всех хейтеров блокнотик а я прочитала добавляю блока я вспомнила что добавила блог снова только одного человека я боялась что-то человек создать новый аккаунт и снова будут этот дурдом каментах но я не знаю что случилось с этим человеком дути какого это не было никаких истерик под новый год на день рождения не было основе на день рождения да и человеку я давно уже находила на страницу на канал или где-то вода не знаю чем она живет короче я удивилась когда перечитала камент нам или уже более внимательно и поняла что что там человек хотел и вот люди которые с каким-то негативом по жизни они почему-то очень негативно воспринимают когда я или кто-то другой я подозреваю благодарить людей за что-то хорошее сделано выходцы не знаю чем связано по моему вот нормально когда вы что-то кому-то делать и вас благодарят за это либо вы благодарите потому что если человека благодаришь либо тебя благодаря это я что-то сделала по просьбе кого-то мне при этом говорят спасибо то мне уже много возникает такая мысляж туда этому человек при случае помогу еще раз даже если это тупо альтруитивно и мне за это сказали тупо только спасибо другое дело конечно когда у тебя по собственному желанию что кому-то делаю я не требую за это какой-то взаимной благодарности в ответной но если за это говорят спасибо то это тоже приятно может отдельное видео посвятить этого спасибо я понимаю что я сейчас просто вспомнила что у меня был в шестнадцатом году какие-то запросы у меня где-то есть блокнотик где эти запросы записаны какие-то запросы я даже помню но все руки еще руки не дойдут никак у меня там был запрос от кого-то как отношусь к бодипозитиву я тогда знать не знала ни про какой бодипозитив и пошла смотреть про это и один сетевой френд стефаретника ну у него у бабушки была квартира в доме который сейчас уже снесли в районе боровой мы с ним никогда я подозреваю реально не пресекать потому что у меня лет на 7 старше если не больше и паритники он одно время вел страницу в фейсбуке что полнообратно найти парень не пришел не буду говорить нет потому что вряд ли он кому-то что-то скажет из крайних анонимов которые возможно еще заходят на этот канал вот его слова раньше был бодипозитив когда человек попала варю нему перекореживало лицо сломала ногу руку или еще что-то и это вот там как-то восстановлена там с протезом или еще чем-то таким и он функционирует он как бы начинает любить себя такого как он есть а теперь будет поди позитив сразу хочу сказать что я совершенно пофигистически отношусь человеком которые полнее меня либо худее меня как-то отличаются физически и внешне от меня но цитирую теперь будет позитив это разожрался человек до черт знает какого состояния от лишнего веса в принципе страдают внутренние органы и всем втирают а всем светит вот этим вот свои но не все допустим любят когда другие люди соответственно сами оголяют какую-то часть тела и говорит что я типа имею право быть я там будет позитив вот бла-бла-бла я люблю свое дело вот как-то так но если вам все еще интересная затем это может пусть меня я прочитаю более подробно эту это течение и выскажу потом свое мнение в видео формате я сейчас собираюсь я заказала все швабру ну что как бы у меня подруга спрашивал чё тебе на день варенья я искала либо чай черный либо швабру уж у меня моя-то сломалась деревянная как-то так хряк 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 и хренак но так как я видимо не обозначила какую интересную швабру хочу она в итоге мне подарила чай вот это вот дизайнерскую тарелку которую делаю в такие тарелки делать ее муж и как типа хобби и вот тут самый бальзам так вот я заказала себе швабру на зон она вчера пришла там еще пришел ну одна вещь которую мне попросили заказать в подарок другому человеку не все умеют вазон и семена горчицы на вазбрис которые вот хочу сделать как бы эксперимент я хочу посмотреть если сделать масло получится жмых если жмых измельчить будет ли это тот самый горчичный порошок которым при разведении его водой можно помыть посуду например так что я сейчас наверное скину вот это вот на планшет склею по-быстрому возможно зали уже после прихода потому что связь у меня что-то тут вообще никто же не обратил внимание на это самое на какого там блин наконец видео в масло прессе а ведь я вам даже ну люди которые хотят хейт от меня периодически что меня там что-то просят сделать а я не делаю и не надо ждать и вообще нефиг ждать и вообще не все в таком духе все в негативном контексте я периодически кидаю такие косточки если вы допустим заметите что-то скажите мне то ваш запрос я сделаю не очереди монтажом либо запишу отдельно в том числе смс это тема того что не обязательно кидать в меня донатом можно просто вот внимательнее читать телегу или каменты или то что игру видео внимательнее смотреть либо слушать и потом ваш запрос исполнится быстрее так вот у меня что-то последнее время интернет тут вообще полная задница и иногда он достигает добавить секунду я тут думала может постримить потому что узнала что можно делать вертикальные стримы с телефоном но глянула на свой интернет и поняла что это наверно как-то это может и не взлетит поэтому как бы не факт что это видео загрузится быстро поэтому лучше его загрузить уже когда я приду хотя шутцы телефона практически очень быстро вылетают ну да часть соответственно вы можете собирать эти всякие растения в том числе вот кипре в прошлом году я знаю что аня которая кидают периодически у меня донатом присылала мне конфеты забыла из какого города я путаю тюмень и новосибирск до сих пор прости они и люди которые которые из тюмени либо новосибирска ни там ни там еще не была короче она собирала кипрей кипрейные цветочки по отдельности сушила можно собирать всякие растения кипрей если ферментированный то он принципе может заменить черный чай конечно я не пробовала пить кипрей сладкий крепкий кипрей ферментированный для черный чай с каплей бальзама либо красного вина и соответственно с хлебом вот этим плюс вареное яйцо плюс минус ли там просто хлеб и сливочное масло когда даю бокам душу но вот именно просто как вместо черного чая вполне можно пить не ферментированный кипрей он как зеленый чай он немножко такой травянистый его тоже можно пить можно сушить всякие растения как я это делаю но я правда пью зеленый чай в смысле обычный чай там еще какие-то разные чай это к тому что в принципе если вам немножко самим что-то сделать то или взять себе даже за хобби там определенные растения собирать грибы и ягоды сушить их и мариновать там солить в сахаре делать как варенье то потом тоже варенье можно делать и как бы использовать как десерт как начинку какие-нибудь пирожки в те же песочные пироженки самопальные тоже экономить бюджет даже если вы покупаете муку дрожжи все вот эти составляющие до хлеба и кажется что дофига это вложился то потом она в принципе расходуется не так много и она все равно бюджет не выходит чем допустим покупать все то же самое я не знаю слышно ли нет у меня сейчас включен все четыре вариации микрофона все четыре микрофона на этой камере не держали там у нас очень веселые люди но лучше веселые люди днем на улице чем веселые люди над тобой в час ночи ночью еще что хочу сказать позавчера впервые в жизни за долгое время особенно впервые в этой квартире включила музыку по собственному желанию чтобы ее послушать сделать тайпи чтоб не было весело еще бодриться так вот металлу он бодрит всякий разный металл смысле музыка ну и я очень давно не слушала музыка по собственному желанию чтобы было пока это еще наверно смеханки я поняла что иногда по будням ну смысле днем не по не только по будням по выходным 7 лет неделю днем можно включать погромче музыку иногда просто как бы на своей нормальной громкости иногда специально погромче чтобы люди которые думают что ночью спать никому не надо на себе прочувствовали каково это но днем не все же любят допустим металл когда иногда включают какую-то попсу я несу попсу люблю ну короче когда включают музыку где у певи у певца что-то мешает между ног он поют между ног соответственно меня это напрягает моменты когда у меня мигрень состояние полутрупа ли я пытаюсь сосредоточиться я к этому так вот слушать музыку внезапно весело я про это очень давно не вспоминала как-то как-то вот так получилось ну и чё это наверное всем спасибо за просмотр если хотите поддержать канал как делают это некоторые люди что это будет облако это финансово если не хотите поддержать финансово но как-то и номер сказать спасибо можете сказать спасибо в комментариях вам поставлю сердечко можете поставить пальчик вверху можете подписаться на канал если еще не подписались нажать на колокольчик ваш утюг вам скажет люля выдала новое видео можете подписаться на мой инстаграм и пара лайкать то что вам понравится мне будет приятно мне еще приятно читать когда умею иногда до сих пор пишите в личное сообщение куда бы то ни было о том что вы либо меня смотрели снова смотрите либо вы смотрите вам как каким-то образом моим видео облегчают жизнь в одноклассники можете конечно написать но туда захожу крайне редко тут зашла смотрю у меня на сообщение человека которым я смотрел семнадцатом году я по просьбе не помню ник честно для меня вот это абракадабра в телеге прости пожалуйста зритель на канале я не помню ник человека по моему запрос был про позитивное видео вот этот зритель попросил меня снова открыть каменты в блоге в телеге там теперь отдельный чат есть анально-дорожный чат где вот который изначально был чатом от этого блога в телеге но теперь он просто сам по себе там 29 землекопов вместе со мной закрытый чат а есть просто чат его forever нижнее подчеркивание youtube он как бы в телеге для возможности комментирования моего блога так что если у вас есть аккаунт телеге и вам есть что сказать но при этом вам религия запрещала это написать мне личное сообщение можете написать это в комментариях но в том числе подписаться на мою телегу не то чтобы я жду что там дофига будут зрителей в телеге смысле подписчиков мне было бы намного приятнее если бы все те люди или кто-то другой комментируют писал и лайкал особенно лайкал а то посмотрели а лайк не оставили вас что руки отвалятся если вы лайк поставите на фоточку в инсте иногда снова я стала писать вконтакте на своей странице не за которой посвящена канала манга вот именно просто моя страница века точка ком слэш айва форевер можете если хотите туда просто подписаться я даже спинка одного своего полу сети его знакомого открыла возможность комментировать людям которые не только мои друзья либо друзья друзей стен короче можете если хотите можете поддержать финансово если не хотите можете если хотите иначе можете поддержать подпиской но и типа как это там если я какой-то запрос обещала но забыла ибо обещала но никак не сделаю значит забыла можете меня нижненько пнуть в комментах и опять же если это будет без крыта я вам поставлю сердечко и всем пока я надеюсь вы пожрали